Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! И мы сегодня делаем заключительный мой репортаж из Сербии. Сейчас я нахожусь в гостях у Милана Вуйчича. Мы находимся у него дома, недалеко от города Новый Сад. Это небольшой населенный пункт, называется Сирик. И любезно пригласил меня к себе Милан. И мы беседуем сегодня. Сегодня в основном это будет теоретическая беседа по нашим предыдущим видеосъемкам. Такое обобщение всего, что мы показали, точнее Милан показал. Но вначале немножечко мы поговорим о том, как провел время Милан в Якутии. Потому что, если кто не знает, кто первый раз смотрит, Милан почти 10 лет проработал тренером в Якутии, в городе Алёк-Минске. И имел достаточно большие результаты в педагогической деятельности, в тренировочной. У него было много учеников, но давайте мы обо всем расспросим у Милана. И плавно перейдем к Сербии, к нашим репортажам. Милан, во-первых, как так? Сербия, Якутия, 10 тысяч километров. Даже 11 ровно. От моего дома до Алёк-Минска. Какой ветер тебя туда привез? Но, как люди говорят, не исследованы тропинки Господа. Так и у меня случилось, что тут у нас проходил очень большой турнир. 17 стран мира тут. 2000 детей на этом турнире проходили ежегодно. И, между прочим, из Москвы маминка прилетела с девушкой. 12 лет ее было. Но они первые были в Эстонии, там на турниру детскому. И девушка там получила травму. Маминка, как маминка, не обратила внимания. И когда они зашли в зал, там, где готовились перед турниром, она не знала, что я имею свои тренировки со своим клубом. Тоже в этом зале. И я посмотрел, что ребенок так не ходит, как надо. Шаг что-то храмает. Я попросил, что было. Она сказала, что там, чего случилось на соревновании. И я просто спросил, а вы были у врача? Сфотографировали, посмотрели? Нет. Она должна бороться и так далее. Я говорю, я вас первый раз вижу. Но не идет, что я люблю вашего ребенка. Сыщи, чем вы, как маминка. И я сказал тут своему другу, у которого был зал, иди, забери ребенка, идите к врачу, все сделайте. Просто, чтобы завтра не было скандала, что это у нас случилось в Сербии. Врач посмотрел и сказал, два месяца нету схваток, нету страховки, нету падения, потому что позвоночники на хвосту были крепко травмированы. Маминка психнула, сказала, так не идет, она должна тренировать и так далее, и так далее. Я сказал, нет, она тренировать будет, работать в джюдо будет, все нормально, но спину загружать просто не будет. А это невозможно, я сказал, это можно. Я тренера, не тви. Вы заходите, весь неделю, 7 дней будете, заходите на мои тренировки, между две тренировки имеется перерыв, на этом перерыве я вам буду показывать упражнения, вы будете дома работать, и так и случилось. Он вернулся в Москву, оказалось, что наш друг Валера Максимович со своими девушками из Якутии был в Казаджике в Болгарии на соревнованиях, им лет был рейс задержан, и нормально, джудаисты как джудаисты, собрались вместе, накрыли стол и смотрят съемки, до чего. И в одном моменте тренер Аленки и Валерий Максимович посмотрели, сказали, эту методику у нас никто не работает. Валера как бог дал его делового, он сразу забрал адрес, и я получил письмо на электронке, что меня приглашают в Айокмиске провожать международные сборы и готовить детей на Дальний Восток. На это письмо я отозвался, прилетел в Якутию, и оказалось, что и с тобой тогда там познакомились. Так попало, что ты и я и на этих сборах встречались первый раз. Да. Значит, вот такая вот некоторая случайность, не бывает ничего случайного в нашей жизни, привела к тебе к знакомству с Валерием Максимовичем Герасимов. это известный вообще пропагандист джудо, джудо, самбо, он активно там вообще занимается, я даже не знаю, откуда у него столько сил этим заниматься. на нему 72 года, но ему надо, на самом деле, он вот такой прям адепт джудо и самбо. И, Милан, и ты, вот я помню, мы с тобой встретились в Олёп, в Минске, мы провели, там, кажется, 10 дней, неделю с тобой, и ты после этого остался там, я уехал. Да, ты уехал в Москву, я остался еще 2 недели, поехал на первенство республики, там, на 8 весовых категорий, на самом тяжелом весу не имели представителя, а 7 девушек прошло на Дальний Восток. На Дальний Восток 4 забрали медали, и от этих 4, 2 на России забрали медали. Хочу тебя спросить, вот первые твои впечатления были от того, что ты увидел? Вообще, вот, насколько была разница между тем, что ты, какой методы преподавания дзюдо в Якутии, и то, что ты в Сербии, то, что ты знал, какая была разница, что ты сразу увидел? Ну, это первое, что сразу увидел, что школьная программа там не работалась, потому что там дети занимаются многими единоборствами, и хапсагай, и вольная борьба, и самбо, и им много чего смешано в голове. Разные правила, разные единоборства, а броски похожи один на второй, не важно, какое единоборство, это объясняли еще на наших съемках здесь, но они очень крепкие, жилистые, генетически очень хорошо подготовлены вижить в таком климате, и там просто надо немножко хорошо поработать по школьной программе, и результат сразу появляется. Даже не 3-4-5 лет, как здесь, в Сербии, или даже в Центральной России, или любом месту, где Дзюдо работает, там полтора года, два года, дети идут на Дальний Восток, пробиваются на Россию, потому что их генетика такая через генерации собрана, что они просто научили бороться, вижить. И это совсем другое дело, чем дети, которые образуются и тренируют просто развлекаться и заниматься спортом. Ну, ты, как я знаю, мы с тобой вот это семинар проводили в небольшой город Алёкминск, это где-то почти тысячу километров, да, вот, 650. 650 километров от Якутска. Мы когда с тобой туда приехали, там был большой дворец спорта Чараид, и ты там остался тренировать. Вообще, как процесс там шел? Я помню, там было не очень много в принципе детей, какие-то дети приезжали из таких небольших деревень из Таежных, да, как процесс начался? Что получилось у тебя сделать за эти 10 лет? Ну, так, правда, там дети занимались и имели перегрузку в основном, потому что хорошие дети, они хорошие во всем, и в школе, и занимаются музыкой, и разными видами спорта, они все попробуют, и меньше детей, которые ничего не интересуют, и их ни в спорте нет, ни в школе нет. это другой проблем. И сейчас эти дети, которые все хотят, конечно, и все преподаватели, к сожалению, об этой системе не разговаривали, то им нужен результат, зарплаты маленькие, нужен результат, чтобы зарплату какие-то проценты повышения получили, и они все стараются этих хороших детей приманить к себе. И так делают перегрузные детей. И первое, что я сделал, всех детей, которые хотели работать, все, я сказал, давайте выбирайте вид спорта. Ничего другое я не искал, только выбирайте вид спорта. Кто пошел на вольную борьбу, кто на хапсагай, кто на бокс, кто на стольный теннис, совсем не важно, но просто не может все работать. Потому что это перегруз. И это оказалось правильно, потому что дети восстановились, это организм, который должен развиваться, это период переходный у детей, а ты загружаешь, загружаешь, и наконец получишь 15-16-17 лет, его в спорте нет, а он должен как сеньор бороться на чемпионат мира или олимпиад. Это было первое. Другое, разные школы обучения, тот, что обещали. Европейская школа имеет как и японская, учишься первый класс, второй класс, это поездная система, где должен от первого шага учить от простого к сложнейшему. И с этим, когда проходит полную программу, там с 15-16 лет, если ребенок с 8-10 начал учить, тогда он со 16-17 лет, когда он переходит из юношей в юниор, он только начинает готовиться на мастер-спорт. И это родители там поняли и дети. И у меня по закону российского должно стоять максимально 55 детей, а у меня было 126. это показатель большой твоего профессионализма. три группы, а я никому не имел смысла сказать, а ты не будешь здесь. За чего? А детей до окончания переходного возраста не можешь определить, если он будет какой хороший спортсмен или нет. Я первый пример за это. Я тренировал волейбол до 17 лет. А потом сказали твой норматив высота не подходит. У тебя метр 79, а норматив метр 86. Для волейбола. Для волейбола. Вот 10 сантиметров не хватит. Ты не подходишь. И все. Я перешел на джудо. Тоже там. Так я смотрел. Ребенок маленький, кругленький, толстенький. Но седьмой, восьмой класс он вырос на метр восемьдесят стал крепким, здоровым. Боец как Бог дал. А до этого что сказать за его? Или кто там проблем биологического развития детей. Тут самый важный влияет. и период когда он родился в начале года или середине года или на конец года. Потому что эти шесть месяцев или год между детьми очень много влияет на результат. Январь и декабрь это год а по числу читается что они в одном году рождения. разница вблизи полный год биологического развития и это очень влияет на учебу и даже до 21 года. Почему разделяют юниоров до 21 даже сейчас и сеньоров до 23 и полноценные сеньоры. Потому что это развитие биологическое. У кого побыстрее идет, у кого медленнее. Поэтому даже страны как Австралия или Канада они просто сделали статистики, смотрели, у них 30-40% детей уходило из спорта, потому что дети как дети все желают результат. Никто не тренирует просто так. Все хотели стать чемпионом. А оказывается это биологическое развитие. Дети которые родились с января до апреля и дети которые родились с октября до декабря у них очень большая разница по результатам в детском возрасте. И они сделали так, что соревнования идут эти в году на два года разницы, но нет от января до января, но от 1 июня до 1 июня. То родился до 1 июня, и то родился после 1 июня. Это разделает и оказалось, что им сейчас и Канада и Австралия имеют очень много хороших спортсменов, потому что когда они перешли на взрослые, эта разница слишком много не влияет, и они сохранили очень хороших спортсменов, которые сейчас дают большие результаты. они сохранили массовость и качество. Потому что дети остались в спорте. А у нас в Сербии и у России это еще идет по старой системе. Милан, как отнеслись к тебе якутские тренера? Ты же все-таки чужой так назовем. Конечно, чужой это очень гостеприимный народ. Тут толка нету. Они как и мы сербе давай присаживайся, давай кушаем, пьем, поразговариваем, все нормально. Но профессионально смотрели немножко скоса. Почему? Другая школа, другое все. Я всегда спрашиваю, когда мы с тренером там сидели, церкование закончилось, первенство республики закончилось. Кто из тренеров остался без медалей, все имеют медали. бронзовое, серебряное, золотее, не важно, какой вес, какой возраст, но и тогда расскажите меня, кто из нас самый лучший тренер, когда у всех нас результаты существуют. разница существует тоже. Меня спрашивали, поэтому я начал от буквы А. И в Алекмистер, когда подошел на эти сборы, ты помнишь, я все вернул на букву А. И оказалось, что эти дети забрали республиканские медали, медали Дальнего востока с Россией. И они спрашивали, когда сборной команды шли, Милан, твои дети даже учекоми не знают сделать. И тогда мы поспорили о теории дзюдо, что это учекоми, то, что объясняли на прошлом уровне. На наших видео. Просто извините, другая школа. Но я моих детей учу бороться. Если правда они не знают учекоми, но они знают завоевать золотую медалью. А это большая разница. В системе, где результат существует. Другое, когда мы работаем дома, учим дзюдо просто себя, чтобы я знал дзюдо, знал правила работы, а другое. А другое, когда готовимся на высокий результат. Это совсем две разницы. Почему, например, у меня и кату на пояс, и прием и все учили, когда заканчивается сезон соревнований. Якутия такая холодная, и там просто бездорожье идет с апреля месяца до вблизи половины июня. Эти два месяца с половиной мы использовали учить приемы. Потом идут лагеря, тоже и там физическую подготовку, качалку делали и нормально новые приемы, новые комбинации. А потом с первого августа 3-4 месяца работали подготовку за соревнования, потому что соревнования начинаются там с декабря до марта. И просто так график делали и подготовку. Ты вернулся где-то год назад, два года назад из Якутии. Два года, 20-го. Что сейчас вообще, что происходит? Как твои дети там, как твои ученики кому-то передал? Кто продолжает то, что ты там уже создал вместе с Валериям Максимовичем, да, вот эту вот систему, метод свой там, успел ли ты кому-то его передать, кому-то рассказать, кто-то заинтересовался, взял его? Но тут большая проблема. Молодые. Тренерак с жаленой, как оканчивают университет, они не работают тренерами, физруками, они идут или в спецназ, или в полицию, или в армию, просто, потому что там зарплата лучая, там легче набраться до квартиры, все другое, жизнь как жизнь, они молодые люди, им аформить семью, и работают, и все другое. И тут проблема, потому что, сам знаешь, зарплата тренера, физрука, меньше, чем зарплата учителя нижних классов в начальной школе. А ответственность уголовная, не дай бог, какого синяка, травма, перелома, сразу идут на полицию сразу ответ большой, и никто просто рисковать не хочет. И тут оказалось, что я 10 лет там работал, с 13-го года до 20-го, не полный. Не полный, 10 лет, но, да. Но, оказывается, это два олимпийских цикла. За эти два олимпийских цикла никто не подошел учить эту методу, которую я показывал. А она оказалась очень хорошей. Результативная. Если не считаем турниры международные и за границей России и России, только официальные соревнования, 97 медаль со республики, 17 медаль с Дальнего Востока и 3 медали со России. Это официальные результаты. Ну, и немаловажные, наверное, мне так кажется, самый показатель результата это 130 детей в зале. То есть, это для Олег Минск, это, в принципе, небольшой город в Якутии и 130 детей только по джюдо, которые к тебе приходили из того, что мы, когда в 2012 году было там, не знаю, сколько, 20, там, может быть, да? Да, около 30. Да, что-то такое. То есть, практически в 5 раз увеличилось количество. то есть, что сейчас, уехав, там практически... Там подошел молодой тренер, отработал один год и сейчас никого нет. Меня сейчас приглашают вернуться в спортивную школу, снова работать, приглашают в Якутске работать, но, извините, у меня 66-й год. конечно, да. И вот это вот, мне кажется, одна из больших проблем молодых специалистов, молодых тренеров, которые даже если они хорошо боролись на соревнованиях, они не не хотят вот получить методику, узнать. То есть, в принципе, было все создано, но как-то не схвачено. Это, конечно, я думаю, что проблема из проблем, но мы, так сказать, ничего не можем тут поделать. Ну, но система можно. Просто там министерство спорта, министерство зароснования, они должны что-нибудь придумать и решить, и принести решение, чтобы молодые люди просто были мотивированы учить и работать на тренера. Я думаю, что здесь два фактора. Конечно же, с одной стороны, и государство должно быть заинтересовано, чтобы привлечь молодого специалиста, но с другой стороны, немаловажна эта личная инициатива, как ты. Ты приехав туда, в принципе, ты приехал не потому, что тебе обещали золотые горы и так далее, ты приехал потому, что ты живешь этим делом. Это твоя жизнь, дзюдо. Я думаю, если человек не чувствует свою жизнь дзюдо в педагогике, в образовательном процессе, как учитель, то, в принципе, я думаю, что даже если сказать миллион, то все равно это все не то. Милан, твой опыт в Якутии, как ты можешь для себя дать себе оценку? Ты изменился за это время? ты получил какой-то тоже опыт? Еще как. Извини, эти дети меня дали очень много опыта. Потому, что, первое, сам знаешь, Алёкма находится в Таёжной. Около ее несколько деревенщиков и 600 километров около Тайга. Да. Это просто административный район. Но эти дети очень желающие учить. И это молодых способных желающих высокий результат тренеров отправить в такую среду, а нет в большой город. Таланты там собираются. А тогда ты на большом городе команды, которая закреплена, которая дает результаты, приходишь и сможешь дальше следующую ступеньку подниматься и так далее до старшего тренера. Но если ты хочешь как молодой тренер добраться до результата, тогда иди там, где ничего и никого нет. Когда ты будешь показать себя, сколько ты сам способен. если попадешь в большой коллектив как я, майка клуба, который имел 450 учеников, 12 тренеров, самый старший клуб в Новом Саде, но там весь сборная команда Югославии тренировала, там даже три команды сеньоров было, полных по весовым категориям. Мужчин и женщин 450 нас, которые боролись и 12 тренеров. Это была очень большая команда. Тут все старшие тренеры, неважно сколько ты знаешь, но я тут раньше тебя, ты работаешь сановниками, ты работаешь так, так, и ты всегда своих качественных детей передаешь старшему тренеру и все результаты пишутся ему. Это совет за молодых тренеров. Идите там, где никого нет. Тогда вы от нуля начинаете, от кувирки наперед назад, от растяжки, от разминки поднимаетесь, учите детей, и все эти результаты числятся вам. Милан, давай теперь вернемся к нашим видео, которое мы с тобой сняли. Первый такой сюжет из трех видео назывался начинаем с буквы А. Как ты можешь подвести итог вот этой буквы этих трех видео, что ты можешь дополнить с точки зрения теории? ну так, и там первая была одна черта, вторая другая, и эта маленькая, которая связывает эти две, это объясняли в этих три видео, но там еще не объясняли разницу рандоры и схватка, это очень важно за любого новенького, чтобы они в своей голове разделили, что это учебное движение рандоры, где иногда работаешь с 20% физической силы, или с 30%, или с 60%, или даже с 80%, это похоже на соревнование реальное, это зависит от фазы тренировочного процесса, но чтобы, например, по заданию, один только атакует подсечками, а другой защищает себя движениями, или один работает боковые броски, или броски руками, а второй это наказывает подсечками, и так далее, это рандоры, когда в реальной ситуации дети должны через движение, через свои собаки почувствовать момент за атаку, и если он промазал, как наказать соперника за ошибку, но это учебные процессы, это учебная борьба, по-японски рандоры, и это разные задания можно давать, даже имеешь 15 секунд покинуть соперника, если ты за 15 секунд не покинуть и проиграл, почему, потому что обычно судья ждут 15-20 секунд, не наказывают никого, это ищут позицию, прием хвата, все другое, но ты за эти 15 секунд должен решить, чтобы твой соперник получил счетов, примечания, а не ты, это все разные варианты рандов, схватка, это другое, это работаем на соревнование, когда вопрос медали, тогда работаешь только тот, что очень качественно подготовлен, что действительно знаешь, там экспериментов нет, там любая ошибка, у тебя стоит медаль, а на рандове ты можешь попробовать и то, что никогда не работал, где-нибудь посмотрел, или тебе в голове какая картина появилась, ну, давай попробуем, это рандове, когда мягко работаем, когда съем, но большая опасность у новеньких, если не узнают разницу рандове и схватка, почему один расслабился, знает, я расслаблю, работаю, 20% загрузки и если упаду, ничего страшного, но движение и борьба идет, никто не любит проигрывать, даже и когда учеба, это чемпионский ген, как называется у спортсменов и адреналин начинает работать, заслепляет и все, и они начинают добавлять силу, добавлять силу, и один расслабился, другой добавил силу, появилась разница неподготовленности на бросок, чего, и очень легко получится травма, и тут тренер должен очень-очень внимательно следить, когда дал задание за рандове, кто как работает, и кто пошел, а кто не пошел как надо, этого, который начал добавлять силу, его просто убираешь, пусть отдохнет, пусть остынет, потому что адреналин просто дети очень плохо контролируют, даже и взрослые иногда, которые не подготовлены к этому, поэтому тут надо внимательно следить, что и какое задание, какой рандове сегодня работаем, какой цель этого рандове, потому что рандове работаешь с целью научить какую единицу, какой урок, и две недели, например, работали бросок через спину, и сейчас это надо попробовать в реальной ситуации, движению, когда соперник не дает, нормально забрать хват, когда движется, когда все другое, все это, объясняли, это сейчас, например, рандове, но если они начали схватку, это никогда не научит бросок правильно, и на схватке, и не будет, и говорит, тренер, меня не везет, я не буду на соревновании работать, это тот, что японцы разделяют тори уке, никогда не было хорошего тори, если не имеешь хорошего уке, потому что уке должен тебя подготовить к ситуации, которую ты должен научить на соревновании. Вот это очень важный момент, и я думаю многие специалисты тренера дзюдо должны взять для себя это, вот это вот понимание, рандури и соревновательный поединок, четко разделять, когда мы тренировочный процесс ведем, когда наш ученик идет на соревновательную деятельность, четко разделять, понимать, какие установки даются в рандури, и так далее, это очень важно, во-первых, это позволит ученику понять, как выполнять упражнения уже приближенных к соревновательному поединку, правильно? Понять, уменьшить травматизм, основное, здоровье сохранить, здоровье сохранить, и вообще проявить себя, посмотреть, на что он способен, как он может двигаться, то есть это во всех отношениях улучшить качество его, его дзюдо. так, и еще вернемся на тори уке, очень четко, когда экзамены на пояс идут, тори тот, который бросает, уке тот, который помогает, который асистирует, то, что сказали, если уке не сделает правильное свои движения, тори никогда не успеет сделать бросок правильное, и поэтому на экзамен на пояс и один и второй работают и как тори и как уке, и если один не работал как надо, и один и второй не сдают экзамен, потому что ты отлично работаешь как тори, потому что твой уке тебе помог, а когда ты работаешь как уке, ты плохо следишь и тогда ты не может пройти экзамен на пояс неважно если это желтый пояс или черный иными словами это как раз говорит о том что у ки и тори они взаимодействуют да и совместно становятся умели в течение борьбе ты в одном моменту тори потому что идешь атаку на бросок но в следующем моменту ты промазал и ты сейчас находишься в ситуации укеа потому что твой соперник гонтрирует значит это все время крутится тори уке тори уке тори уке поэтому это очень хорошо видно в гоносценокате за четвертый пятый дан когда работается через движение где один атакирует а у который был уке он приходит в тори и бросает это в теории джудо сохранено в этой кате милан я хочу чтобы ты завершение нашего интервью дал такие ну основные какие-то может быть рекомендации или напутствия и уже протекущим джудоистам и тренерам и тем кто только-только вот хочет прийти в джудо или только начинает тренерскую деятельность какие будут а что ты вот хочешь им такое дать как напутствие но первое надо очень-очень любить этот вид спорта это первое основное потому обычно кто был хороший уке который подходит там на высоком уровне но результаты были но не самые высокие и научить перенести свое знание например у нас я тебе я показал фотографии этого чемпиона мира первого за югославию он сказал когда мы так сидели люди я попробовал работать с тренером все что знает и профессор обаду и профессор драгич я тоже знаю но оказалось через три месяца я понял то я все что знаю сделать но перенести знание ученику не знаю нам тоже как студентам профессор драгич первая европейская медали говорил и он был первый доктор джудо в югославии который как дзюдоист на экзамену по джудо защитил джудо доктора и он говорил когда мы зашли первый раз официатор он делал вопрос то самый лучший тренер но миссия начали кто им имет учеников европейских мировых олимпийских галет нет не ошибаетесь хороший тренер который через 10-15-20 лет обернулся ему за спиной стоят его ученики молодые судья молодые тренера технические лица организаторы это помогает развитию вида спорта не только медали медали последствия а все это до медали если ты сделал учеников у меня сейчас несколько учеников некоторые закончили здесь не которые заканчивают по физической культуре как тренер по джудо а самбо у меня те которые работают как судья так что я это наук передал дальше меня жалко что этого наука не передал и в якутии здесь сербии успел а там сажали нет значит вот напутствие милана любите то что вы делаете но мы говорим о джудо и медаль это уже следствие того что вы делаете если у вас за спиной есть последователи вот это это высшее 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 мастерство учителя высшее мастерство тренера знаете это был 82 год после олимпиады в москве здесь приехали японцы ямаши то его тренера еще три легких весов нас 250 мастеров на этом семинару били мы спрашивали почему ямаши то имеет 3 это когда он имеет две олимпийские медали 300 и сколько хваток имел без проигрыша все другое такие результаты а его третий день у нас там стоят люди которые только на югославии имели результате у них четверти пяти и так далее и тогда тренер ямаши то сказал а он еще борется он еще борется и он не может поступить на четверти все время как борется только когда он будет тренером судья так или будет преподавателем на университете и так далее будет записать книги теории дзюдо и все другое будет развивать этот вид спорта это тогда может 4 5 и так далее тогда имеет право поднимать свой уровень а если он борется до третьего уровня черного пояса это международное правило вот для тех кто не знал вот такой вот секрет по данным милан спасибо тебе за то что ты поделился своим опытом рассказал предыдущих видео показал я надеюсь что многие кто эти видео посмотрел что-то возьму для себя полезное кто-то напишет тебе я опять повторю что милан всегда открыт к взаимодействию пишите на электронную почту ватсап вайбер милан и готов обсуждать все что касается дзюдо поэтому спасибо что смотрели нас я роман карасев милан гучич сербия до новых встреч еще прошу одно маленькое примечание всем молодым тренерам всеми любим результат но не спешите результат это последствия и не стеснайтесь сделать вопросы даже белому поясу не гордитесь если увидели какое хорошее движение какой хороший бросок спросите как это делается всеми учили и будем учить еще дзюдо так быстро развивается в 2000 году когда нас собрал профессор он сказал все что мы учили 20-30 лет назад забудьте дзюдо только обменял направление развития то все что это не учили сейчас не проходит на соревнования и мы начали с 2000 учить 20 лет но 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 все новое а потом я смотрю последних 10 лет дзюдо пошел еще в другом направлении значит надо снова чего учить а нет я научил я все знаю я не должен учить это большая самая большая ошибка всех неважно если он еще борется или пошел работать с тренерами или судья поэтому прошу вас еще раз учите старайтесь и усовершивайтесь сколько сможете спасибо еще раз спасибо роману георгиевичу что уважал меня что приехал здесь что помог чтобы мое мнение мое знание расширилась и если кто хочет я всегда тут с вами поговорить поработать спасибо еще раз спасибо за просмотр